Мамы и дети главные участники акции «Подари мне жизнь». В наше время все чаще на первое место выходит статус и карьера. Но настоящий успех и простое человеческое счастье возможно только по наличии семьи, где есть любовь и рождаются дети. Эта акция в России уже идет 10 лет и она инициирована фондом социальных инициатив, который возглавляет Светлана Медведева. В рамках этой акции мы пытаемся, прежде всего, информировать население о моральных, этических, медицинских сторонах вреда от аборта. Главная цель этой акции сделать так, чтобы рождение каждого ребенка было желанным. Для этого мы проводим беседы, круглые столы, мы привлекаем молодежь, привлекаем детей. Акция проходит в два этапа. Первый состоялся в Одинцовском центре эстетического воспитания. Говорили о роли семьи и о том, как сохранить любовь, взаимопонимание и уважение друг к другу. Вы не знаете, что уже такой вот праздник у нас в нашей стране называется «День семьи, любви и верности». Мы с вами сегодня будем говорить о том, что очень важно, что одна из главных человеческих ценностей – это семья. Название акции говорит само за себя. В этот день особое внимание было уделено рождению ребенка. В том числе врачи говорили и об абортах. Статистика неутешительна. И такие мероприятия направлены в первую очередь на сохранение беременности и подготовки мамочки к встрече с малышом. Прежде всего, конечно, их интересовали вопросы женского здоровья, не только их, но и их детей, их девочек. Как сделать так, чтобы девочки никогда не делали аборты, как сделать так, чтобы все беременности были желанные, чтобы они рожали детей, чтобы дети были здоровы, как мы им можем в этом помочь. Пока мамы получали полезные знания и советы врачей, дети принимали участие в конкурсе рисунков на тему семьи и дружбы. У каждого получилась своя картина. Воображение самых маленьких удивило членов жюри. Кетинорог означает, что все хорошо и что все друг друга любят. Как в семье должно быть, да? Да. А дети, именно то, что семья. На мероприятии были и дети старшего возраста. Они уже более осознанно относятся к семейным ценностям. Мужчина и женщина это Петр и Феврония. Лядом с ним ромашки и лебеди. Мне кажется, я хочу довести до мира, до людей, что в мире есть не только деньги и власть, но еще и любовь. По итогам конкурса всех юных художников поощрили сладкими подарками. Лучшие работы будут представлены в женской консультации Одинцовской центральной районной больницы. Кстати, именно там и пройдет второй этап акции «Подари мне жизнь». Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.